Футболиста обокрали в России на миллионы. Летом 2013 года Георгий Флореско стал свободным агентом. Полузащитнику прогнозировали переход в Крымский Севастополь. Как оказалось позже, румыну повезло, что перехода так и не произошло. И в итоге футболист подписал годовой контракт с московским «Динамо» и был очень рад этому. На сборах Флореско показал себя отлично. Вроде все хорошо, не так ли? Оказалось, не совсем. За весь сезон Георгий сыграл всего три игры и забил один гол. Но и это только начало. Даже после отъезда из России страна дала о себе знать. В 2019 году полузащитников вдобавок еще и ограбили. Причем дистанционно. Румын держал деньги в «Динамовском банке» ВТБ. Там твои деньги точно никто не тронет. Но Химкинское отделение банка не оказало уважения футболисту. И один из сотрудников просто перевел деньги Флореску себе. Румын даже не стал удивляться произошедшей ситуации. Георгий не заметил пропажи четырех миллионов рублей. Так как не живет в России. Всем бы так жить.